Друзья, приветствую вас на канале Политека. Как всегда, благодарны вам за ваше внимание к нашему проекту. Андрей Рева с нами сегодня на связи. Андрей Алексеевич, здравствуйте, рад видеть. Здравствуйте, Эдуард Зейм. Андрей Алексеевич, такое впечатление, что мы сейчас подходим к некому такому важному моменту в этой войне. Я говорю о том, что в ближайшее время состоится встреча Владимира Зеленского с Байденом, по информации, в конце сентября. Ну и есть несколько версий, вариантов, результатов этой встречи. И в целом мы понимаем, что после этой встречи мы сможем увидеть некие контуры, куда же повернет война в Украине. Как в целом вам складывается ощущение того, в том моменте, на котором мы сейчас находимся? Эдуард, я вот вообще удивляюсь, насколько эффективной является зеленая пропаганда. Ну скажите мне, пожалуйста, что раньше Зеленский не встречался с Байденом в течение всей этой войны? Встречался неоднократно и выступал в Конгрессе. Каждое его выступление еще называли эпохальным, историческим и так дальше. А как это влияло на ход боевых действий? Вообще на перспективу окончания войны, победы и так далее? Ну, похлопали, ну, похлопали по плечу. Даже оказали какую-то поддержку. Но ведь по большому счету война, прекращение войны зависит не только от желания Соединенных Штатов Америки или Украины. Войну развязала Россия. По большому счету, все вот эти вот телодвижения о формуле мира, о саммите мира, о программе победы, мне кажется, имеют единственную цель отвлечь внимание общественности от того, что действительно является важным. Понимаете, вот надо понимать логику, в которой действует зеленая власть. Она за два года столько наобещала людям, начиная от границ 1991 года, кавы в Крыму, концерты антител в Ялте и прочее, 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 что вот приходит время, и люди начинают задавать вопросы, где это все? И перед зеленой властью постала очень серьезная проблема. Как объяснить людям, почему этого всего нет? Ну, это как жулик, который наобещал там, понимаете, вот изумленной публике, что сейчас он реку превратит в молочную и с кисельными берегами. Все сели, ложки взяли, значит, кружки, сейчас вот мы будем черпать молоко и кисель. И два года сидят они возле этой речки, а он там какие-то манипуляции производит, но, к сожалению, ничего, кроме мутной воды, нет. И как теперь объяснить вот людям, что вот этого всего, что я вам обещал, нет? Способ только один. Надо найти причину, по которой это не произошло. Причем, чтобы эта причина зависела не от меня. Вот я написал план к перемоге и написал приписку, что реализация этого плана зависит от Байдена. То есть, если он сейчас этот план выполнит, вот все, что я там ему написал, то Джо будет негодяем. А если он не выполнит, я скажу, ну вы меня, конечно, извините, я все вот людям объясню. Это вот этот старый, извините меня, человек, неадекватный, который уходит, взял и мой план гениальный сорвал. И на всякий случай, чтобы у вас не было лишних вопросов, я этот план вам не показываю. Эдуард, мы же можем себе мыслить все, что угодно. Давайте представим себе невозможное. В этом плане написано, дайте нам ядерные ракеты. Возможно такое или нет? Конечно. Чтобы восстановить паритет с Россией, дайте нам ядерное оружие. А Байден не дал. Сорвал план? Сорвал план, сорвал. А мы говорим, мы не можем все, так сказать, вам объяснить. Ну вот у нас такие были серьезные намерения. Но, к сожалению, старик нам вот не дал. Или дайте нам еще что-нибудь такое вот запредельное. Бомбардировщик Б-2, допустим. Или самолет F-35 с вашими пилотами. В конце концов, мы же требовали от них, чтобы они закрыли нам небо, нет? В начале войны. Требовали. Или вот это вот требование, которое уже просочилось. Байден должен сделать нам приглашение в НАТО до конца своих полномочий. Это уже практически обсуждается. И вот если в этом гениальном плане, который написан президентом Зеленским и его компанией, какие-то пункты приняты не будут, он скажет, ну извините, видите, не получилось. Не потому что я плохой, а потому что нас союзники кинули. То есть вся вот эта вот шумиха вокруг вот этих вот вещей, она направлена на одно. Отвлечь внимание общественности от того, что является очень важным. Эта ситуация на фронте и в тылу. И второе. Переложить ответственность за невыполнение обещаний о скорой победе на кого-то другого. И еще очень важный момент. Это свидетельствует о том, что выборы приближаются. Потому что нужно будет... А если, вот послушайте, если до выборов далеко, о невыполненных обещаниях можно не вспоминать. Но если выборы скоро, то сейчас нужно готовить общественное мнение, почему я не выполнил свои предвыборные обещания. Ну, довоенные, я сразу скажу, там, кинец эпохи бидности, кинец там, кортежи, все прочее. Вы же сами понимаете. Война все это дело перечеркнула. А то бы я все сделал. А не победил я в войне и не вышел на границы 91-го года по одной простой причине. Мне вот эти вот наши так называемые союзники не дали этого сделать. Вот и все. Все остальное это антураж. Забудьте. Сейчас у них голова забита одним. Вот он встретится с Трампом, он встретится с Камалой Харрис, он встретится с Байденом. Все его похлопают по плечу, все скажут, какой он молодец. А потом он скажет, ну, видите, вот Байден уходил, он должен был вот эти два месяца. Ему что-то уже все равно терять нечего. Он должен был этот план реализовать так, как я ему написал. Но он этого не сделал. Раз он этого не сделал, мы момент упустили и до свидания. И последнее, что я хочу сказать. Обратите внимание. Камала Харрис декларирует поддержку Украины, продолжение поддержки Украины в этой войне. Она будет проводить ту линию, которую проводят демократы, которая исходит из того, что нельзя Путину дать победить. Это не значит, что нужно дать победить Зеленскому в Украине. Но нельзя дать Путину победить. А вот позиция Трампа другая. Какая разница, как, кто там, что там. Надо войну прекратить. Эта позиция ближе была к позиции Зеленского 2019 года. Надо просто перестать стрелять. Надо договориться с Путиным посредине, как он тогда Гордону рассказывал. Надо встретиться, сказать, чего вы хотите, вот наши условия, и договориться посредине. Трамп для них сейчас это шанс. Даже лучше, чем провал плана победы. Почему? Потому что Байден, извините, Трамп заставит их выбросить белое полотенце. Он заставит их мириться на условиях Путина. И Зеленский готов на это пойти, потому что это будет железный аргумент. Нас заставили прекратить войну, хотя мы хотели дальше воевать. Потому что нас, американский союзник, поставил перед нами вот такую ультиматум. И, с моей точки зрения, они все сейчас делают для того, чтобы Трамп победил. Они за него болеют своей душой. Им не нужна поддержка продолжения войны. Они хотят войну прекратить, потому что они понимают, что дальнейшее продолжение войны будет снижать шансы Зеленского переизбраться на второй срок. Поэтому вот такая ситуация, как она мне видится. Забудьте все вот эти телодвижения. Он выступит, он встретится, он пообнимается, он поулыбается. Это все, знаете, вот как наши братья евреи говорят, пыста холойность. Болгая ерунда. Это все не имеет отношения к реальной ситуации, к реальному положению дела. Это все телодвижения, направленные на то, чтобы избежать ответственности за невыполненные обещания. Вот и все. Ну, кстати, по поводу Трампа вы меня удивили. Я не слышал такую версию. И довольно интересное такое развитие. В целом, мне кажется, если так проанализировать четыре стороны, Харрис до выборов, вот тишина, как мне кажется. Украина, она играет против нее, учитывая, что безопасный коридор эскалации, он закончен, дальше риски. Байден, как мы вспоминали, он хочет просто уже досидеть срок, подарить, условно говоря, проблему Украины следующему президенту и войти в историю как такой человек, который не проиграл. По крайней мере, эту войну. Но и не выиграл. Трамп любую эскалацию он использует в своих интересах для обвинения демократов. Ну, в плане, там, третья мировая, эскалация и так далее. Ну, а Кремль, по идее, получается, текущее положение дела, оно пока устраивает. Готовится к обоим вариантам по поводу и Трампа, и Харрис. Ну, скажем так, пока особо телодвижения, как вы говорите, кардинальных не происходит. По поводу Кремля тут немножко ситуация другая. Кремль бросил все силы сейчас на достижение военного успеха, хотя бы относительно. И Путин рассчитывает на то, что Трамп придет и прекратит войну на той линии разграничения, которая есть сейчас. Поэтому в ближайшее время ему придется сейчас что-то делать в Курске. Ему нельзя будет с Курской проблемой выходить на переговорный процесс. Если мы говорили об значении Курской военной операции, то сейчас, хочешь ты или не хочешь, тебе нужно будет пытаться вытеснить украинские войска из Курской области. Той группировкой, которая там есть, они уже попытались это сделать, это не удалось. Надо перебрасывать ударные соединения. А они все находятся на Покровском направлении. Значит, оккупировать Донецкую область, это становится супер задачей, и вряд ли они смогут это сделать. Но, даже если они не выполнят эту задачу, ему нужно вытеснить украинские войска, граница как минимум Украины, с тем, чтобы когда Трамп придет, можно было бы ставить вопрос о том, что вот мы замораживаем конфликт на той линии разграничения, которая там есть. Это его главная надежда. Поэтому он публично заявил, что поддерживает Харрис. Это же понятно. Для него Харрис более понятный и так далее. Байден понятен. Это значит, надо читать, как в фильме, помните, вот этот служебный роман. Как вам любила Людмила Прокофьевна мои сапоги? Вызывающие. Спасибо. Хорошие сапоги надо брать. Вот приблизительно то же самое сейчас происходит с тем, что сказал Путин. Путин ждет Трампа. Если Трамп не придет, у него ситуация резко ухудшается. Потому что, извините, но он тоже не готовился к затяжной войне. Не готовился. И два с половиной года, почти три года идет война. Она ведь тоже съедает очень серьезные ресурсы. И запас прочности у Российской Федерации не вечно. Мы уже с вами говорили. Я говорил, что у него окно возможностей до 1 июля 25 года. Дальше начнутся очень серьезные проблемы. Он это тоже понимает. Поэтому они повышают ставки. Они, знаете, как спортсмен, который видит финиш и ускоряется. Он понимает, что после финиша дальше бежать в таком темпе он не сможет. Но сейчас он показывает всю мощь прыть. И вот он побежал. Очень важно не дать ему возможности, чтобы этот финиш наступил. Это случится, но это от нас не зависит. Это зависит от американских избирателей. Как они проголосуют 5 ноября 2024 года. Наша вся зеленая верхушка болеет за Трампа. Как только Трамп заявил, что миллион солдат погиб в Украине и так далее, и так далее, и так далее. И что нужно прекратить эту войну. И Украина, коррумпированное государство, выступил всемогущий за хвост. Начал отобеливать Трампа. Что Трамп не то имел. Ну что, пресс-секретарь Трампа или кто. Почему они так переживают за Трампа? Вот как только Си Цзиньпинь и там Лула Досилова, президент Бразилии, мирный план уприлюднил. Так наш так обрушился, наше все. Что я Луле говорил, ну Си Цзиньпинь ему хватило ума не трогать. Что это все неправда, неправильно и так далее. А что же ты Трампа не критиковал? Более того, вы его отмазывали публично. А Зеленский хвастался, что у него есть личный номер Трампа. Сейчас, когда покушение якобы было на Трампа, Зеленский выступил. Слава Богу, что с ним ничего не произошло. Так переживают бедные за Трампа. Так переживают. Ну, понимаете? Это просто уже даже неприлично. Поэтому я понимаю, что для них Камала Харрис не очень хороший вариант. А вот для Украины это, я считаю, лучший вариант. Потому что мы... Ну, как лучший? Для нас оба варианта плохие. Но есть плохой и очень плохой. У нас хороших вариантов нет. Но по крайней мере мы будем понимать политику, которая будет в отношении нас проводиться. А Трамп тот просто прекратит помощь. Ведь все же препятственно понимают, что это Украина и не ограничится. Трамп собирается пересмотреть. Вообще всю глобальную систему взаимоотношений. Если ему удастся реализовать то, что он хочет, то есть практически вернуться к доктрине изоляционизма и бросить Европу, то проблемы будут не только у Украины, а у Европейского Союза, ближайших союзников США, у Китая, извините, у Тайвана. Единственное, кто выиграет в этой ситуации, будет Израиль. Вот его Трамп собирается поддерживать по полной программе. Поэтому Израиль сейчас и провоцирует Иран на войну для того, чтобы, скажем так, втянуть США туда и получить полную поддержку, не только дипломатическую, финансовую, но и военную, участием в разгроме Ирана. Тем более, что все прекрасно понимают, что все эти хуситы, хамасы, хезболла, это все щупальцы единого осьминога. И, как говорит военная стратегия, бить надо не по щупальцам, а по ядру. Поэтому Израиль сейчас наносит удары по хезболле, по хамасу, с хуситами разберется. Но главный удар готовит по Ирану. Он его провоцирует. Убили Исмаила Ханию, взорвали, значит, все вот эти вот пейджеры. Им нужно, чтобы Иран спровоцировался на первый удар. Больше Израиль ждать не будет. Вот как в прошлый раз, когда они его ракетами обстрелили. Теперь он нанесет удар даже сам. Он готов к этому удару, и он провоцирует Иран. Иран это понимает. Иран тоже не хочет Трампа. Иран хочет, чтобы была Камала Харрис. Так же, как и Китай, кстати. А вот Россия и Северная Корея хотят Трампа. Он им нужен. Потому что Трамп будет с ними обниматься. Он любит диктаторов. И он совершит все те ошибки, которых он публично заявляет. Это будет страшное время, я считаю. И это будет испытание для американских институтов и для вообще всей системы международных отношений. Вместо того, чтобы их восстанавливать, Трамп будет их ломать до основания. Как всякий маргинальный политик, в общем-то, небольшого ума и небольшого кругозона. Вот как-то так. Но с другой стороны, мы ведь понимаем, что по результатам выборов в Соединенных Штатах Америки мы будем наблюдать, мне кажется, довольно, как вы сказали, страшные события. Поскольку ни одна половина, ни другая, они не будут согласны с итогом этих выборов. И вполне возможно, что в США назревают некие, не скажу там, перевороты, но протесты 100%. Прививка была сделана Трампу в 20-м году, в 21-м. Больше этого не повторится. Кроме того, президент Байден, он до 21 января, до дня инаугурации, будет президентом. При попытке, опять же, устроить дебош, я думаю, что они найдут возможности для того, чтобы этот дебош прекратить. Если же победит Камала Харрис, то просто дебоша не будет. Да, извините. Если победит Трамп, то дебоша не будет по определению, потому что дебош единственный, кто может организовать, это вот эти вот сторонники мага, которые ходят в красных шапочках, и для которых Трамп является мессией. Ну, это люди, в общем-то, ну, такие есть везде, в любом обществе. Буйные. Но их никогда не бывает большинство. Вот они в 21 году побузили, многих наказали. Трамп сейчас попал под пресс судебного разбирательства. Я не думаю, что это повторится. Тем более ему 78 лет. Для него третьей попытки уже не будет, насколько я понимаю. Точнее, уже четвертой попытки. Я так понимаю, с определенными планами по этому и намечена встреча на следующей неделе, если не ошибаюсь, с Владимира Зеленского и Трампа. И, возможно, облюдные результаты мы тоже узнаем, хотя и многие вещи остаются все равно за закрытыми дверьми. Как в целом обидится отношение Байдена и Зеленского мы более-менее сейчас понимаем. Зеленского и Трампа, ну, скажем так, наполовину, поскольку Владимир Зеленского пришел где-то вот в такой период как раз, в каденции. Вот если украинская власть при каденции полной Трампа, будет вести все-таки самостоятельную политику или мы будем подвластны? Ну, послушайте, ну, я хочу вам напомнить один очень интересный эпизод. Где-то было совещание, по-моему, уже 20. И шел Трамп. И, ну, на свое место. Ну, где Соединенные Штаты Америки. И встал премьер-министр Испании Педро Санчес. И протянул Трампу руку. И это даже не Украина, это Испания. И Трамп прошел мимо, не пожав ему руку. Понимаете, это человек, который мелких не видит. Они для него никто. Поэтому нет никаких отношений Трамп-Зеленский. Трамп это человек авторитарного стиля. Вот таким у нас в Украине был, например, Павло Лазаренко. Я помню, когда он к нам приезжал, это был 98-й год. Еще 25 лет прошло, 26-й год. Я вот ходил посмотреть именно на него. Мне было просто интересно. Вот, как правильно сказал один мой товарищ. Говорит, ты понимаешь, у него, у Лазаренко, есть принцип. Либо раб, либо враг. Друзей нет. То есть, если или Зеленский становится, делает куб, и говорит, что я выполняю все, что вы говорите. Либо он никто. Сейчас он рассматривает Зеленского исключительно как ресурс. Победа на выборах. Он бы с ним не встречался, если бы не понимал одну простую вещь. Что исход выборов будут решать неопределившиеся. А среди неопределившихся все-таки симпатия к Украине большая. Ему сейчас нужно показать, что Зеленский тоже к нему хорошо относится. Если бы Зеленский сейчас сказал, что мы не приемлем план Трампа, и считаем, что это гибель Украины, он бы нанес бы очень страшный удар по Трампу. Потому что сейчас результат выборов будет зависеть от сотен тысяч голосов. Камала не просто так развешивает в неопределившихся штатах плакаты в поддержку Украины. Потому что там огромная польская община живет. И вообще выходцы из восточноевропейских стран, которые за Украину, она на них сделала ставку. И Трампу сейчас нужно как-то попытаться смикшировать это дело. И Зеленский ему сейчас подыгрывает нагло, реально подыгрывает. И увидите, как он будет с ним обниматься, снижая шансы Камалы Харрис на победу. Потому что у него, насколько я вижу, отношения с Камалой Харрис не очень хороши. И то, как они себя повели во время саммита мира, где ее поставили за спину, Андрюхину. Ну, Андрюхин, надо же дембельский альбом, фотофотку, а это пускай стоит за спиной. Макрон. Макрон сказал, что мы же ему говорили, что так нельзя делать. Он на нас плюнул, сказал, ничего. Вот мы тут в центре, все остальные в минусе. И это сейчас обернется очень нехорошими вещами. Поэтому они всей душой за Трампа. Вы даже не сомневайтесь. Они спят и видят его победу. Интересно, Андрей Алексеевич, конечно, удивили вы меня сегодня. Я, на самом деле, долгое время думал совсем иначе. Но мы будем за этим следить, конечно же. Я не претендую на истину в последней инстанции. Критерий истинной практики. Сейчас мы посмотрим, как развиваются события. Давайте посмотрим, как сейчас будут освещать встречу с Трампом, с Камалой Харрис, с Байденом. И мы сравним, что он говорил, как он себя вел. В общем, это все будет видно. Да, будет показательно. При этом мы с вами говорим о неких ключевых моментах. И неоднократно я слышу цифру 2025. О том, что Блумберг писал о союзнике Украины, размышляя о возможном прекращении огня в 2025 году. Те же самые, там, инаугурация президента США. Была статья, что союзники уже подумают о выборах в Украине в 2025 году. То есть все к этому году сходится. По вашему мнению, я просто вспоминаю неинократно, как вы говорили, что эта война надолго. Вот поменялось ли ваше мнение сейчас? Можем ли мы говорить о неком финализации войны в 2025 году? Ну, финализация войны возможна при принятии либо условий Украины, либо условий России. Наши условия Россия не принимает. И заявляет о том, что будет добиваться реализации целей специальной военной операции в полном объеме. А с нашей стороны Зеленский и Ермак постоянно говорят. Граница 1991 года. И по факту получается так, что предмета для разговора пока у нас нет. Да, поэтому им нужен Трамп. Который заставит Украину принять российские условия. Все. Это единственный способ быстро прекратить войну. И по большому счету Зеленский и Ермак именно к этому варианту готовы. Когда союзники говорят, нужны выборы. Я задаю вопрос. А что случилось? Что значит выбор? Вы считаете Зеленского нелегитимным? Нет, он легитимный. Так зачем выборы? А в ответ очень прост. Они понимают, что эта власть недеиспособна. Это космонавты. Понимаете? Я сейчас говорю не... И, кстати, это понимают не только наши союзники. И Путин об этом говорит. Обратите внимание. Когда он говорит о том, что... Извините. Такое ощущение, что они вообще там непонятно кто. Но это его мнение. Мне оно не интересно. Меня волнует другое. Что практически тем же языком, немножко другим языком, но ту же мысль, говорят союзники. Вы представляете, когда и враги, и друзья имеют общее мнение по поводу нашей власти. Вам не становится страшно от этого? Потому что они одинаково ее оценивают. Что враги, что друзья. И так мягенько говорят. Давайте выборы проведем. Выборы надо было проводить. Потому что Конституция, Конституция Украины, она ведь для всех одна. И нет ограничений по выборам президента Украины. Ограничение введено с законом о правовом статусе военного положения. Но оно нарушает норму Конституции, где ваше конституционное право избираться и быть избранным могло быть ограничено только самой Конституцией в соответствии с 64-й статьей Конституции. А тут ограничили законы. Поэтому зеленые маневрировали. Да, зеленский легитимен. Потому что четко написано в 107-й статье, что вин в иконы и обовески до вступа на посаду наступного президента. У нас нет такого. Пять лет уходи. Нет, такого нет. Он должен исполнять обязанности президента, пока новый не примет пресиаду. Но проблема в том, что новый не может принять пресиаду, потому что выборы не проводятся. А выборы не проводятся, потому что вся власть саботирует этот процесс. Поэтому ему так плавно намекают, что давай проводи выборы. Это говорит о том, что вообще сваливает вообще-то по-хорошему. Потому что если бы он их устраивал, они бы не говорили, не подавали вопрос выборов. Они понимают, что он неадекватен. Но он сейчас поругался с Сикорским. Перед этим гнал мочку на Си Цзиньпиня, на Лулу Досилову и так дальше. Я думаю, что он с Блинкиным, наверное, тоже пытался пальцы загибать. Когда Подоляк говорит о том, что вот когда его спрашивали, зачем министров поменяли. Ну, за два года войны люди выгорают. Поэтому их надо менять. Это у меня простой вопрос. А что президент не выгорает? Вот может, его тоже надо поменять? В законный, конституционный способ, который предусмотрена наша Конституция, выборы. Или он у нас вообще тефлоновый, на него ничего не влияет? Влияет, конечно. Это постоянно стрессовая ситуация. Он уже пять лет отдал. Сейчас уже шестой год идут его полномочия. Из них почти три года в условиях войны. Может быть, дать ему возможность, пускай он отдохнет? Потому что мы же видим, что он не способен решить тот глубокий проблем, который у нас есть. Это по факту. Это же так. Поэтому ситуация очень сложная. Надо полагать, что у власти видения того, как ее разрешить, нет. Есть только попытки снять с себя ответственность за нынешнее положение дела. Вот это я вижу. Ну, меня вчера насторожило, когда я услышал, когда Козелинский сказал, что мы уже идем там по плану Б, ну так получается. А сколько этих планов будет? План А не сработал, сейчас план Б, а если план Б, то до какой буквы мы будем так ходить с этими планами? В нашем алфавете их достаточное количество. Но дело не в этом, не в буквах, не в количестве планов. Беда в том, что у него никаких планов нет. Победы в войне. Потому что если бы он, как он рассказывает о плане А, то он бы шесть месяцев, когда его предупреждали перед вторжением, не рассказывал бы нам о шашлыках, а готовился к войне. Укреплял бы границу, дополнительно финансировал бы не строительство дорог, а вооруженных сил. Я же помню в январские дебаты в парламенте, когда фракция Европейская Солидарность поставила вопрос о 50 миллиардах дополнительных на армию. И как кричал Гетьманцев, что это популизм. Я же помню выступление Зеленского, что если мы увеличим в два раза финансирование армии, то мы не сможем строить дороги, для нас это проблема. Это накануне вторжения. Поэтому когда он говорит о плане А, он лжец. Опять же, что он говорит? Вот если бы там санкции против России ввели, вот если бы там нас вооружили, это был бы план А. А ты что, сам вообще что сделал для того, чтобы подготовить страну к обороне? Он опять переложил ответственность за вторжение на союзника, не на себя. Он ничего плохого не сделал. Он все делал правильно, понимаете? Вот то же самое у него сейчас. Почему мы не на границе 1991 года? Потому что Байден не хочет реализовать наш план. Это вот из серии Байден, почему мы не в НАТО. Он, который больше всех рассказывал о том, что НАТО нас не ждет. Который проигнорировал саммит НАТО перед вами. Я же напомню, если кто забыл. А сейчас он тоже, когда он попал в эту ситуацию, надо бы переложить ответственность опять же на кого-то. Вот вся его логика. Он не думает о том, как победить. Он думает о том, как выкрутиться в глазах избирателей. Как себя обелить и на кого-то переложить ответственность. Все. Ну, вы знаете, для меня вообще как-то довольно странно было услышать это заявление, что в плане победы Зеленского, вступления Украины в НАТО, в Европейский Союз. Европейский Союз там еще на костылях с горя пополам, можно как-то понять. Но в НАТО, когда Байден летом говорит в одном из интервью, что я против НАТО-визации Украины, то мне вспомнилось высказывание о Лесе Украинке. Помните, как она, как там, безнадея сподеваюсь, безнадежды надеясь. Контрастен сперу. Да. Вот здесь то же самое. Такое чувство, что нам говорят нет, а мы все равно в этом слышим какое-то иллюзорное да. Эдуард, сравните с планом Путина. Вы выводите войска из четырех областей, да, и прекращаем мы войну на стамбульских условиях. Что он не понимал, что эти условия будут не приняты? Прекрасно понимал. Но он продемонстрировал, я готов, так сказать, мириться. Что Зеленский, он тоже выдвигает неприемлемые условия для того, чтобы их никто не принял, и сказать, что вот смотрите, ну, а я же хотел. Один в один они просто копируют Путин. Ничего нового они не придумали. Да и не способны придумать. Андрей Алексеевич, вы вспомнили о Сикорском, ухудшении отношений с Польшей, вот эти вот отношения с Сикорским общением Зеленского. А как вам в целом идея, которая была озвучена им по поводу передачи Крыма под мандат ООН, ну, и потом уже провести там референдум? Знаете, в чем дело? Сикорский человек увлекающийся. Я много слышал разных его заявлений. Вот, ну, понимаете, чем более вы апатажны, тем больше к вам внимания пресса, ваша личность обсуждается. Это когда-то еще Жириновский говорил. Все является рекламой, кроме некролога. Что бы ты ни учудил, если о тебе пишут, это хорошо. Вот Сикорский это прекрасно понимает. Поэтому он выдвинул идею. Идея не воспринята, его начали ругать. Ничего страшного. Зато я засветился. Вот у меня еще. Я еще какие-то идеи выдвинул. Вы будете постоянно писать о министре Сикорскому, который вот что-то там пытается сделать. Самое главное, чтобы о тебе не забыли. Он же политик. А для политика самое главное быть на слуху. Не важно как. Поэтому серьезно к его инициативам относиться нельзя. Потому что он прекрасно понимает, что никто вот эту инициативу реализовать не будет. Но пресса об этом напишет. Кто-то его поругает, кто-то его похвалит. Кто-то обсудит. Он там будет опять же в заголовках на первом плане. Вот это чистое политиканство. Не больше. Но вы знаете, как это было расценено? Что даже сторонники Украины, они не до конца верят в способность Киева вернуть Крым. Вы понимаете, опять же, он своим заявлением создал дискуссию. Вот вы сейчас озвучили точку зрения, скажем, определенной группы людей, скажем, каких-то политиков, которые считают вот так. Кто-то считает иначе. В зависимости от того, какую точку зрения мы подсвечиваем, это и формирует общественное мнение. Вот сказали люди, вот скажем, что Крым нельзя вернуть. Это уже Россия захватила. И до свидания. Но почему-то все молчат. А Бардоган заявил, что я требую, я считаю, что Россия должна вернуть Крым Украине. Он не считает, например, что Крым потери окончательно. Но его меньше цитируют. Цитируют те, кто говорит, что кто-то не верит. Понимаете, что делать? Ну, опять же, это все называется пропаганда. И политикация. Потому что сейчас не проблема Крыма стоит на порядке дня, на повестке дня. На повестке дня стоит вопрос об том, как должна дальше двигаться, куда мы должны двигаться, как должна идти война. Путин пытается держать Украину. И он не собирается останавливаться. Все попытки дипломатическим путем склонить его к переговорам, к решению вопросов, они сегодня ничего не стоят. Если мы военным путем не остановим путинскую машину, о дальнейшем говорить не о чем. Просто не о чем. И вместо того, чтобы обсуждать конкретные пути помощи Украины, все начинают рассуждать о том, как наши космические корабли будут бороздить просторы мирового океана. Вот это так. Ну, вы знаете, я недавно услышал интересную такую версию. Мне, конечно, кажется, она маловероятна. Раньше же была нормандская четверка, а вот теперь сделать некую шестерку, по-моему. Это Россия-Украина, Китай, Индия, Бразилия и Германия. Мы же помним, как Шольц там тоже недавно говорил по поводу переговоров. Вот в целом, что вот такой формат возможен для того, чтобы решить финал войны в Украине и таким образом еще и уделать Соединенные Штаты Америки. Ну, это все абсолютно из разряда фантастики. То есть, это группа стран, то есть, они попытаются Германию перетянуть на свой бок, на свою сторону. Они понимают, что ключевыми странами в помощи Украине являются США и Германия. В США, если придет Трамп, они отпадут автоматически. Если мы еще Германию оттуда уберем из этого уравнения, Украина просто физически воевать не сможет. То есть, эта формула и вот эта идея направлена на то, чтобы лишить Украину финансовой и военной поддержки. Со стороны ключевого союзника. Вот мы вас уважаем, идите к нам. Помните, как это, герой фильма был? Ты на тот стороне не ходи, к снегу, башка на голову упадет, совсем мертвым будешь. Иди к нам сюда. Да. Вот и все. Не больше. Андрей Алексеевич, в заключение хочу спросить ваше мнение. В социальных сетях было распространено видео одного военного, когда он говорит, что хочу вам рассказать, что такое победа, настоящая победа для каждого солдата. Это просто подпись в приказе о демобилизации для солдата. Это вот и есть победа. Это и все. Что есть победа для Андрея Ревы? Победа для меня является подписанием мирного соглашения, при котором у нас будет четкое понимание того, что это не перемирие на 5, 10, 15, 20 лет, а что это действительно мирное соглашение, которое гарантирует, как минимум, на неопределенно длительную перспективу отсутствие возможности до России напасть на Украину. Я намеренно сейчас не говорю о том, какие могут быть условия этого мира, но я считаю, что любая попытка сейчас подменить вот эту перспективу длительного и устойчивого мира временными перемириями, убительно для нашей страны, Путину действительно нужна передышка. Он слишком самоуверенно начал эту войну малыми силами, и он нанес удар, который Украина выдержала. Потому что если бы он сейчас нападал, он бы, конечно, это сделал совершенно по-другому, другими силами. И с учетом неготовности нашей к войне последствия могли быть чудовищными, страшными. А в результате этой войны ему пришлось перестраиваться по ходу, он несет тяжелые потери, он растратил практически весь запас, который он имел, и он попал под санкции серьезные. И у него ситуация не очень хорошая. Ему нужна передышка, ему нужно залезать раны, ему нужно полностью пересмотреть и перестроить всю свою военную политику, перестроить практически армию. Это займет определенное время, но это он использует исключительно для повторного нападения на Украину. И вот если наше руководство пойдет на поводу у всех этих миротворцев и подпишет перемирие, это будет поражением Украины. Победой Украины может быть подписание мирного соглашения, которое гарантирует нашей стране возможность спокойно развиваться в исторической перспективе. Это возможно, я считаю, в трех вариантах. Вариант первый, который все обсуждают последствием такого мира, вступление в НАТО. Вариант Б, с учетом того, что НАТО – это очень сложная структура и вряд ли мы сможем переубедить многих скептиков принять нас туда, это военное соглашение США о взаимопомощи, которое бы предусматривало оказание американской военной помощи непосредственно, но в случае нападения на Украину. Такими союзниками могли бы быть Великобритания и Франция, и США. Вот три ключевые страны. Больше четыре даже, я бы сказал. И третий вариант – восстановление ядерного статуса Украины и предоставление возможности создать ядерное оружие, которое могло бы ее защитить в случае агрессии со стороны любого государства. Это самый маловероятный вариант, но первый, и особенно второй, я бы рассматривал как рабочий. Тут все зависит от политической воли США. Уверен, что в Великобритании, если она увидит способности Соединенных Штатов Америки взять на себя такие обязательства и гарантировать Украине вступление в войну в случае нападения на нее, убежден, что Франция стоять в стороне не будет, так же, как и больше. И вот такие гарантии безопасности, военная конвенция, вплоть до того, чтобы изменить Конституцию Украины и допустить размещение иностранных военных баз на нашей территории, американских и английских, это бы гарантировало нашей стране именно мирное развитие в исторической перспективе. Я понимаю, что это будет смертным приговором для Путина, но, и он вряд ли на такие условия пойдет, но если мы говорим о победе, то победу я вижу именно таким образом. Друзья, вы также напишите ваше мнение в комментариях к этому видео, нам интересны и ваши мысли, ну и также пишите ваши вопросы. Андрей Рева был гостем этой программы, Андрей Алексеевич, вам благодарен за вашу позицию, за вашу аналитику, ну и также вам желаю хорошего дня, до новых встреч на нашем канале. Спасибо, взаимно. Субтитры сделал DimaTorzok